Парк Зелёный остров, пожалуй, главная достопримечательность столицы Карачао-Черкесии. Вряд ли найдётся на Северном Кавказе ещё один город, где в его границах располагался бы столь обширный и благоустроенный оазис. Но чтобы территория была действительно комфортной, необходимо сделать ещё очень многое. Например, отремонтировать спуски в зелёную зону. Основной вход в парк строители уже начали благоустраивать, о чём недвусмысленно намекает снятая старая плитка и отслужившая свой срок асфальтовое покрытие. Теперь подрядчики займутся реализацией ранее согласованного плана. В то же время для жителей и гостей Черкеска сохранена возможность беспрепятственного посещения Зелёного острова. В мэрии пояснили, что до конца лета все необходимые работы будут выполнены. Второй спуск со стороны улицы Розы-Люксембург. Также планируется благоустроить в ближайшей перспективе. В былые времена эта территория Зелёного острова пользовалась огромной популярностью у жителей и гостей города Черкеска. Люди приходили сюда целыми семьями, чтобы на природе с пользой для души и тела провести свободное время. Но спустя годы этот участок вблизи Малого пруда оказался неухоженным и опасным для посетителей. В нашем случае даже не приходится сгущать краски. Убедиться в правдивости слов можно на собственном опыте. Достаточно воспользоваться единственным спуском в парк со стороны улицы Розы-Люксембург. Велика вероятность повредить на ступенях ноги или набить шишек о ствол упавшего дерева. Что ж говорить о тех, кому даже ровная дорога может преподнести неприятные сюрпризы. Татьяне лежащие на земле небольшие помехи служат ориентиром. И всё же куда лучше, если бы весь путь на Зелёный остров оставался беспроблемным. Ведь для слабовидящих людей другой спуск в парк со стороны улицы Комсомольской очень далёк. Мне вот со дня, вот с 2019 года, даже с 2018 обращаются наши инвалиды по вопросу спуска с Розы-Люксембург на Зелёный остров. Этот спуск очень опасный. И почему обращаются наши инвалиды? Среди четырёх стен замкнуты дома. Выйти им некуда, гулять негде. На Зелёный остров они, когда ещё слабое зрение было, могли спускаться по этому спуску. Но сейчас он так разбит. Страшно даже, не могут спускаться по нему, потому что там трещины, разбиты ступеньки. И здесь необходим капитальный ремонт. Здесь вот, чтобы спуститься, вот тут вот такое, как пологое сразу чувствуется место. И здесь вот перед ним вот такие вот выступы, булыжники вот эти. Но их вот не убрали, поэтому можно по ним сориентироваться, чтобы начать спуск аккуратно. И дальше уже идти, идти, идти. Вот здесь вот перилка получается. Вот мы его тростью нащупываем. И уже можно за него рукой схватиться. И вот так по перилам, по ступенькам. Но ведь сами ступени неудобные. Очень неудобные. Они разбитые, очень кривые. Вот. Если бы не перила, вообще бы упали бы здесь люди. Вопрос об устройстве территории неоднократно поднимался на самых разных информационных площадках. Ещё в бытность работы портала активных горожанин люди обращались в различные инстанции с просьбой благоустроить спуск. Региональный Народный фронт по многочисленным просьбам жителей, в том числе представителей Всероссийского общества слепых, вновь напомнил о необходимости решения вопроса. С 2018 года Народный фронт занимается этой темой. Перманентно мы пишем в мэрию, депутатам городским, для того, чтобы обратили внимание именно на этот спуск. Мы знаем, что Зелёный остров — это у нас прекрасное место для отдыха горожан, но тем более, чем больше он благоустраивается, тем более востребован ещё вот этот дополнительный спуск. В первую очередь к нам в 2018 году обратились представители общества слепых. Это близко к их компактному месту проживания. И для них объезжать половину города, естественно, неудобно. Им очень удобно было бы здесь благоустроенный спуск, но безопасный. На самом деле он небезопасен, как вы видите, не только для людей с какими-то ОВЗ, он небезопасен и для нас с вами. И вот сейчас там дерево упало и так далее. Дополнительно могу сказать, что востребованность этого спуска мы можем с вами вспомнить, когда мы отмечали прекрасный юбилей нашей Карачаева-Черкесии. Естественно, массовые мероприятия проходили опять-таки на Зелёном острове. И люди, дабы не стоять в пробке людской на основном выходе, да, многие пошли именно через этот фуд. Освещения нет, кто-то подвернул ногу, кто-то что-то этот сам. Просто люди друг друга поддерживали для того, чтобы травм не было вот на этом пути. Мы сами выходили здесь, тоже помогали людям, видели, как это сложно, особенно людям пожилым. Поэтому, безусловно, актуальность этого вопроса стоит сейчас очень остро. И мы бы хотели все-таки, чтобы большое внимание или большее внимание было именно на благоустройство теперь и этой зоны. Чтобы, благоустраивая все остальное, мы не упустили вот этот вот момент. По старому спуску на Зелёный остров у нас сейчас ведутся работы по заявке на конкурс по благоустройству малых городов и поселений. На сегодняшний день уже сформирована заявка. Мы ждём результаты решения комиссии. Заместитель директора центра «Мой бизнес КЧР» Ренат Катуаев – один из кураторов заявки Зелёного острова на конкурс Минстроя. Начиная с осени 2022 года была подана заявка на благоустройство. К сожалению, она не прошла на конкурсе, и мы сейчас её повторно, с учётом замечаний экспертов, переделываем. Дело в том, что этот участок, мы как и видели, как и зафиксировали, нуждается в благоустройстве острова, лестницы. И сейчас есть возможность решить это не только силами мэрии, местного бюджета муниципального, но привлечь федеральную субсидию в размере более 100 миллионов рублей и благоустроить не только лестницу, но и территорию вокруг малого пруда. Она очень востребована, как мы видим, большое количество мероприятий здесь проходит. И в поле зрения и граждан, и общественных организаций попадает. И на самом деле сейчас у нас у всех жителей города Черкеска есть возможность не только силами мэрии решить, но и своей гражданской позиции активно участвовать в проекте. И наш шанс на победу зависит от того, насколько люди были вовлечены в процесс, скажем так, подготовки этой заявки, насколько они выражали свое мнение открыто, ясно, публично. И вот этот инструмент, который у нас сейчас есть, это конкурс Минстроя, это хорошая возможность исправить сложившуюся ситуацию. Поэтому я всех призываю активно участвовать. В соцсетях мэрии есть объявления об этом конкурсе, посты, подписываться и участвовать в мероприятиях и активностях, которые здесь проходят в рамках подготовки заявки. Но есть ли уже сейчас какое-то конкретное понимание относительно того, какой должна быть эта территория? Да, была проведена у нас защита проекта. Дизайн был одобрен и, скажем так, сформирован с учетом мнения жителей города. Он опирается на исторические, скажем так, здания, строения, которые у нас были еще в Баталпашинске. И дизайн был одобрен и представлен. Сейчас его корректируют с учетом правок, но мнение жителей при том, какого вида будет это благоустройство, конечно, учитывалось. Это затрагивает и освещение, и лестницу, и места для отдыха, и места для променада, набережные, пирсы. Даже мы хотим восстановить возможность водных прогулок по каналам между Малым прудом и Большим. Окончательное решение о благоустройстве зависит от того, насколько сами горожане заинтересованы в преображении этой территории. Если люди окажутся инертными, значит, их в нынешнем виде все устраивает. И опасные даже для здорового человека ступени, и свисающие на уровне головы ветки, и валяющийся в траве, плавающий в водоемах мусор. Изменить ситуацию в лучшую сторону помогут только активная гражданская позиция и желание сберечь этот оазис в черте города. Пример проводимых в данный момент работ на каскадной лестнице основного спуска в парк доказывают, что от голосования людей зависит очень многое.